То, что они предоставили нам помещение. Большую благодарность всем артистам, которые сегодня выступают. Ну, естественно, вам, что вы смогли приехать. Хочу всех узбеков поздравить Дню независимости Узбекистана. Поздравить всех мусульман с праздником Великим Курмам-Байран. Желать всем благотворного года, здоровья и достаточного. Спасибо большое. Спасибо, Марат. Друзья мои, где сейчас только что сообщили, что у нас на связи Кыргызстан. Наши поздравления из Кыргызстана, Днем независимости Узбекистана. Всех представителей мусульманского мира с нашим общим праздником, священной и умаевой рамой. От всех жителей Узбекистана поздравляем всех, желаем нашего личного и общего счастья, которое объединяет представителей всех народов, работающих на территории Узбекистана. Просметание в Центре Узбекистана. С праздником всех, с праздником наших любезных друзей и соседей. А теперь слово для приветствия президенту Российского фонда помощи детям открытые сердца, Подгорному Андрею Любовичу. Добрый день еще раз всем. Ну, во-первых, разрешите вас поздравить с таким замечательным праздником. Тут был привет из Туржгызстана. Я, в принципе, сам родился душом, поэтому всем ас-саламаныку. Поздравляю всех с праздником. Очень много было сказано, чёрных слов, поздравления. Хотелось бы заметить ещё отдельную вещь. Я являюсь представителем комитета по сохранению памяти героев подвига самопожертвования. И вот именно такие программы, такие проекты, как сегодня, сохранение дружбы народов, сохранение связи поколения, они очень важны и необходимы, потому что, как говорили всё время великие люди, потеряв прошлое, мы теряем будущее. Не знаю прошлое, не знаю истории, мы не можем строить будущее, не можем строить свою будущую счастливую жизнь. И поэтому наш комитет, наверное, очень взаимодействует с различными организациями. Хотелось бы продолжать так же с представителями Роскакистана, просто хотелось бы, к примеру, привести... Ну, у них на самом деле было 4 подвига самопожертвования во время Великой Отечественной войны. Ну, двое, к примеру, Керимов и Харфизов. Керимов получил своё время звездой героя во время Великой Отечественной войны. Они проводили, совершили подвиг самопожертвования. Вот такие проекты мы должны с вами проводить, должно, притом, присутствовать. Я вижу представителей молодого поколения, там маленькая девочка сидит тут, представители, да, молодёжных организаций. Очень важно, чтобы мы работали с вами с молодым поколением, и передавали историю, да, каждой своей республике. Я скажу честно, я рождён, я горжусь тем, что я рождён в СССР, и для меня всё равно все мы являемся братьями. У нас одна... Это, наверное, самое главное, у нас со всеми с вами одна общая история. История, пускай терроретическая, да, пускай где-то счастливая, но это одна общая история, объединяющая нас с вами, история наших предков, наших дедов, прадедов. И вот именно, к примеру, история Узбекистана, задача представителей Узбекистана передать детям. История представителей Узбекистана должна задача передать потомкам молодого поколения Узбекистана. Россия, Россия. Но объединяя, объединившись и усилив наши труды, мы сможем добиться большего, достичь, наверное, больше результатов. Поэтому мы готовы сотрудничать, дорогие земляки, потому что я скажу, что да, в СССР мы идите одной общей страны, одной общей истории. Вас поздравляю всех с вашим великим праздником. Огромное спасибо, друзья мои, пришло время для того, чтобы увидеть еще один прекрасный номер, а вернее, услышать, Игорь Славянов, кавалер Ордена ООН и заслуженный артист России. Спасибо, дорогие друзья. Опять-таки, интернациональная тема, она никуда не денется, потому что все песни, которые я исполняю, я думаю, вы их слышали, они вам известны. И еще одно. Поговори, Хоть ты со мной, подруга, Семистонная, Душа полна Одной с тобой, А ночь такая умная. Эх, раз, А еще раз, А еще много, Много раз. Эх, раз, А еще раз, А еще много, Много раз. А чего, Да почему, На глазах Срединки, Это просто, А ничего, По любви, Поминки. Раз, А еще раз, А еще много, Много раз. Эх, раз, А еще раз, А еще много, Много раз. Хоп, 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 Хои! Алюшки! Аплодисменты, На горе, Спайка лька, А под горою, Миниш, Я, Мини, Сыганку, А, Она замуж, Вышла. Эх, раз, Да еще раз, А еще много, Много раз, Две гитары созвенелы, жалоба душа милили. С детского памятный напев вдруг любимый ты. Эх, раз и ещё раз, ещё много-много раз. Эх, раз и ещё раз, ещё много-много раз. Оп! А теперь вы! Эх, раз и ещё раз, ещё много-много раз. Эх, раз и ещё раз. А ещё много-много раз. Эх, раз и ещё раз. Эх, раз и ещё раз. Эх! С вашим народным праздником и с общим праздником мусульман. А сейчас слово для приветствия и поздравления предоставляется от Всероссийского Конгресса Узбекистанцев, эксперту, совету при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Худайбердиему Ибрагиму Хидировичу. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарю вас, Марина Петровна и организаторам низкий поклон, что такой блестящий, замечательный праздник организовали в честь Дня независимости Республики Узбекистан. И двойной праздник от Рана, что сегодня для мусульманского мира и друзей мусульманского мира очень достойный хороший праздник – Курбан-Байран. Коллеги, от имени активистов с Российского Конгресса Узбеков Узбекистанцев Всем собравшимся, хочу передать слова благодарности, которые прислали нам из Узбекистана. Многие наши активисты проживают в Узбекистан, что живой мост между Узбекистаном и Россией – это миллионы трудовых мигрантов, которые здесь зарабатывают, которые направляют деньги туда и приносят свою культуру, этнокультуру. И происходит на территории России взаимопраздновение и обогащение наших культур. И вот буквально недавно выступающего обозначил – мы дети Советского Союза. Несмотря на то, что много десятков лет уже прошло, что мы как бы не совсем вместе не в составе Советского Союза, но во всех наших мероприятиях многонациональной России после праздников люди разных национальностей, вероисповедали разных, не расходятся, потому что они стосковали по Советскому Союзу. Очень было отрадно, вот представитель Евразийского экономического союза обозначил четкий тезис – быть нам вместе. Поэтому, уважаемые коллеги, вот, значит, благодаря вот такому двойному хорошему празднику, доброму празднику, хочется провести параллель между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. И там, и здесь проживает огромное количество представителей разных этносов народов и разных вероисповеданий. И это великодушные люди, это гостеприимные люди, которым, значит, благодаря нашего нового президента Мурзияева и нашего президента Путина оформили, договорились стратегические союзнические отношения. И никакой враг нам, как бы, уже не опасен. Потому что на югах, вот, в том же воинственной территории Афганистана, значит, держат успех власти четкой, как бы, позиции по защите, значит, интересов стран СНГ. И Россия, оплот мира, мы видели...